Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аута. Это реакция на очередную серию ГГ Шоу. Не знаю, пока не понял, чего нас ждет, но надеюсь, что-то интересное на заставке у нас Ростислав. Поэтому, по-любому, должно быть что-то очень крутое. Все, давайте начинать. Ну что ж, вы прошли годовую реабилитацию, и сейчас, когда вы в адекватном состоянии, вы можете рассказать, что с вами случилось? Год назад я работал в полиции, служил закону, и в один день я встретил его. А, братишка, сэши, Нельсон, что глаза красные у тебя, а? А, у меня конъюнктивизь же. Ха-ха-ха, конъюнктивизь-то? Э, что ты мне лечишь? В смысле, а? Э, что ты мне лечишь, я тебе говорю? Нагляк сэш сигарету здесь залечиваешь, а? А, это просто последняя сигарета, чтобы надолго хватило просто. Э, ты меня за придурка не держи, понял? Ну-ка, карманы выворачивай, быстро я тебе говорю, карманы. Бегом давай! Стоит, посредь бела дня, блин, наркотики употребляют. Ну, оп-па-ля, это, руки убери эти, блин. Это что такое, братишка? Это что? Спички. Спички, да? Сейчас посмотрим. Сейчас. Опа! Бинго, да? Би, 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 это что такое? Это говно? Э, ты что? Меня за придурка держишь, что ли? Я же вижу, это ручники. Эй, наркотики, эй! А, это реально говно. Я иду в больницу, чтобы анализы сдать. Э, еще. Эй, я 20 лет в ментуре работаю. Я тебе что, чистки-чуськи и ручник от говна не отличу? Я понял, что это название. Эй, что, говно квадратный бывает, что ли, квадратный? А, я серьезно говорю? Я в больницу езду, чтобы анализы сдать. У меня редкая болезнь. Я сру кубиками. Мой сын правду говорит. Это у нас семейная болезнь. Я этим болел. Мой отец болел. Отца отец болел. Вот, посмотрите. Все его какашки. Это ему 5 лет было. А вот это 14 лет какашка. А вот это вот, он взрослым целый короб насерил. Вы что, сойдет и меня держите, короб насерил? А? Я вашу всю семью в тюрьму посажу. Будете в тюрьме сидеть. Вот такой квадратный. Вот такой маленькой тюрьме. Всей толпой будете сидеть, понятно? Идиоты. Блин, больные, сука. Я это, правда говорю? Я тебя салстрию, блядь. Да, это правда. У него редкое наследственное заболевание. Он всю жизнь будет срать кубиками. Его анус срочно нужно изучить. Вы что, сговорились, что ли? Какой квадратный анус? Что вы несете? Можно мне ломнуть чуть-чуть его какашки? Вы больные, что ли? Какую какашку? Пожалуйста. Чуть-чуть. Да вы спятили здесь сядь. Это наркотик. Наркотик, я вам говорю. Телешоу. Еще древние египтяне срали кубиками и строили из говно-египетские пирамиды. И сегодня у нас в студии человек, который также срет кубиками. Шингос Султанов. Добрый вечер. Здравствуйте, че. Э, ты че, в пустой бассейн прыгаешь, что ли? Про эту шарлатану целую передачу здесь устроили. Где это видно, чтобы человек квадратом срал, а? Еще скажи, что он писает треугольником. Он же просто наркоман. Да вот доказательство, он наркоман просто. Пахнет, блядь. Подождите. Да вы посмотрите на этого молодого человека. Он же нормальный. Просто срет кубиками. Ощущения как будто все с ума сошли. Вы можете осуждать человека за его изъяны. Вот именно. А вы, что вы себе позволяете? Город, закройте свой. Я представитель власти. Вот ты мне пистолет даже есть. Я тебя посажу, ты понял? Тебя, я всех вас в тюрьму закрой, блядь. И тебя, лысый, тоже в тюрьму закрою. Все эти больные, блядь. Свободу, свободу, свободу. Общественность будоражена тем, что недавно посадили в тюрьму молодого парня из-за его особенности какать кубиками. Люди собрали подписи и намерены обжаловать обвинение. Ведь срать кубиками – это нормально. Даниэр Болотбеков, утренние новости. Я вас всех здесь собрал, чтобы вам доказать, что это никакое не говно. Это наркотик. Наркотик, я вам сейчас докажу. Я вот забил косячок. Вот как говорит молодежь, вот заколошматил, чтобы вам доказать всем, что это наркота. Понятно? Вот сейчас вот, сейчас вот. А есть жвачки? Этот дебил говно скурил. Говноед! 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 С этим поделились. Я думаю, вы идете на поправку. И через пару дней мы вас выпишем. Доктор, к нему посетитель. Да, да. Он пускай заходит. Ну, до встречи. Как это тут? Я зажалю о том случае. Да, я бы тоже не разговаривал просто такого. И в качестве извинения я тут принес тем более что. Ну, там расслабишься. Ну, все, я пошел. Это я тут оставлю. Ну, что там? Что там? Опять? Сука! Это дерьмо! Сука! Если ты хочешь посмотреть! Так. Забавный выпуск. Обычный, простой. Не сказать, что смешной. Сама тема, конечно, прикольная сатира вообще. И на общество тоже. Которое нас окружает. Там даже где-то телешоу и эти митинги. Все это, конечно, забавно. Вот. Может, я, конечно, не до конца вкурил прикол с этим дерьмом. Не знаю. Но по сути, вроде бы, все очень просто. Ростислав, как всегда, крутой. Для меня, опять же, главная роль тут у него. Он тут, как всегда, хорош. Ему прям реально веришь и топишь. Типа, блин, ну вы реально, чуваки, вы с ума сошли, шули? Короче, ну, веришь просто его актерской игре. Вот. Да и все, по сути. Я не знаю даже, что еще вам сказать по этой серии. Чингиз, ну, нормальный тоже, как бы. Его просто мало было очень. Вот. Да и все. Не знаю, короче, особо не впечатлила. Ну, просто нормальная серия. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.